Вот Бенляндский вокзал. Жилое здание. Жилое здание. Без пяти. Я не знаю, успеем. Нет. Это перрон надо найти. Все эти дела. Две минуты. Дамы и господа, мы в Выборге. И у меня пара завтра. Смотрите, у меня слезы текут от холода. Он как по вкусу? Он вкусный. Местами Германию напоминает. Почему-то мне. Настало время прогуляться в сторону замка. Гуляем мы по парку минут 15. Я пока что жалею, что сюда пришел. Лучше бы я пивка все-таки выпил в городе. Доброе солнечное утро. Питерское. В Питере солнце. Слушайте, сегодня великолепная погода. Глубое небо. И все так ярко светится. Обалденное утро. Сейчас примерно 9 часов. Мы спешим на Финляндский вокзал, чтобы отправиться в Выборг. Да, вы просто... Нам, наверное, уже каждый подписчик написал, что нам обязательно нужно попасть в Выборг. Едем. А вы пока не забывайте лайкосик поставить. А если не подписаны, подписывайтесь. Нам идти 10 минут. Сейчас придем до вокзала. Пока стоим на Судофой, расскажу историю. Я знаю, что некоторые калининградцы переезжают... Приезжают просто туристы в Питер, а потом хотят переехать. Но почему я не совсем понимаю? Говорят, что тут невероятно красиво. Но для меня, как для калининградца, здесь нечем дышать. Я... Вот очень сложно мне здесь дышать, а тебе... Я не ощущаю этого. Не ощущаешь? Мне всегда кислорода не хватает. Ты в прошлый раз вам тоже такое говорил. И Влад сейчас говорил, я не ощущаю. Короче, у нас остается буквально 20 минут до поезда. Мы пишем финляндский вокзал. Мы дошли до него. Вот финляндский вокзал. Жилое здание. Жилое здание. И как... Фитерские приколы. Я не знаю, такси вызвал, успеем, не успеем. Но это вообще... Это такой подставы я еще нигде не видел. Короче, он оказывается прямо возле нашего дома был. И мы пошли в другую сторону. Ровно в противоположную. И шли 20 минут. Так экстремально наше утро уже давно не начиналось. В итоге мы подошли к другому зданию. Я быстро вызвал такси. У нас оставалось буквально 15 минут. Многое, конечно, зависело от трафика и от таксиста. В итоге каким-то чудесным образом мы доехали буквально за 10 минут до вокзала. И у нас еще оставалось 5 минут, чтобы пройти все контроли и прыгнуть в ласточку. Беспитие. Я не знаю, успеем. Нет, 5 минут. Это перо, надо найти все эти дела. Пройти контроли. Билет надо показать. 4 минуты. Уважаемые встречающие. Скоростной поезд номер 824. Вам не убили. Сочи. Сортовала цена. Санкт-петербург. Прикрепленные физическопы. 31 минуты. На 4-й курсе. Нумерация обороны начинается... Ну пиздец, ну что такое? Скоростной поезд номер 824. Ласточка. Две минуты. Вроде успели. Вот это экстрим, я понимаю. Вот это я понимаю. Нормальный ролик начинается. Что-то мы уже пол ласточки прошли. Места нигде нет. Сейчас твои поедем. Ну зато хоть поедем. А то могли и не поехать. Ну как тебе утренняя пробежка? Я в шоке вообще. Ну это просто капец. У нас такого никогда еще не было. А я сейчас просто представляла, пока ехала сюда. А как вот люди опаздывают в аэропорт там. Ну мы как бы не посвилили, не опоздали. Ты гугл карта нас туда привела. Мы пришли, мы прям реально шли, вы видели. Смысл, да, нам было идти в ту сторону, а нам надо было вообще в другую сторону. Короче, очень странные какие-то маршруты. Я удивлена. Дамы и господа, мы в Выборге. И у меня пара завтра. Ты что, милый, что? Тут страха. Мы же северные. В общем, из Финляндского вокзала ехать до Выборга час десять. Стоит в один конец билет для одного человека 350 рублей, да? Да, на ласточке, да. Билет покупать на сайте РЖД. Кстати, если вы зайдете на сайт, вы там не купите. Надо скачивать приложение, телефон регистрироваться туда. И только потом можно купить. Либо в кассе. Это очень странно. А если заходите на любые другие сайты, там вообще не показывает, что идет ласточка. Идет она только с утра и вечером. На самом деле она идет в течение дня тоже, но только через приложение. Или через кассе. Время без десяти десять. Отправляется наш... Без десяти одиннадцать. А, без десяти одиннадцать у меня калининградские. То есть у нас шесть часов в целых, да? Да, мы в 17.08 отправляемся отсюда. На улице прохладно. Ну, у нас сегодня завтрак, потом обед нам предстоит. То есть вот два часа уже можно на это... Четыре градуса показывает? Два показывает у меня. Два даже? Да. А, даже два, нифига себе. Ну, на солнце нормальное. Можно поставить? В общем, мы еще не завтракали. Получается, начинаем с завтрака нашу прогулку по Уборгу. Ну, давай. Ладно побыстрее найти. Потому что мне уже так холодно. Вот это, я понимаю, подход в Уборге. Интересно, у них тут магазинчики и плакатики. И где мы теперь? На Красной площади. Что тут как-то это? Как-то безлюдно. Ну, мы еще не дошли до туда, куда надо. До самого старого жилого дома России нам идти 15 минут отсюда. Это там, типа, получается, старый город, да? Я не знаю. Мы же сами по себе. Вообще никого нет. Ну, по сравнению там с Питером никого нет. Мы уже продвигаемся ближе к делу, ближе к старому городу. Здесь тоже какая-то небольшая площадь. Кино снимают. Не написано, какое. Это причем круглая артиллерийская башня. И вот она оттуда со всех сторон, где солнышко закрыто вагончиками. Что, вроде какая-то ярмарка должна быть. Ну, что-то пока что... Не знаю. Ну, сейчас что-то точно найдем. Либо ретро-выставка какая-то была. Какая-то все охранники. Полиция. Почему здесь полиция, если здесь кино снимают? Может, убили кого? Поэтому все оцепили. Давай в хафе какое-нибудь зайдем, пожалуйста. Я уже просто... Смотрите, у меня слезы текут от холода. Ну, это реально... Два градуса на улице? Нет. У нас зимой так. Ну, я не ожидала, конечно. До сих пор два, прикиньте. Ну, что, ты гид сегодня или я гид сегодня? Ты гид сегодня. Я гид сегодня? Ну, мои все пожелания ты мимо ушей пропускаешь. Значит, ты будешь гидом. Тогда пойдем туда. Нет, пойдем туда. Нет, пойдем туда. Наверное, туда. Мы сейчас подошли к самому старому дому в России. Вот он позади меня. Говорят, что здесь необычные размеры окон на двери. И сейчас в этом доме живет две семьи. Давай посмотрим, что у них необычного-то. Слушай, а что, у нас нет таких домов в Калининградской области? Ну, у нас замки им больше. Там же тоже жилые замки. Ну, вообще там с 1200, там, за какого-то года, ну, 15 лет. Угу. Не, ну, замки или замки. Это жилые. Ну, по сути... Где сходная? Ну, вот, наверное, либо... Ну, вовремя обойдем. По сути, вроде дом как дом. Ничего необычного. Ну, как, он уже модифицирован? Видно, что некоторые окна заделали. Стена какая-то огромная. Ну, не знаю. Так, если с внешней, да, смотреть, то обычный дом. Там котик тоже, он живет. Нет, с той стороны, он живет из камня, прям, такой каменный. Дом как дом. А вход-то где? Давай вход попробуем найти. Интересно. А, вот здесь вход. Так, ну, наверное, вот здесь вход. Ну, вроде дом так дом. Но, наверное, не знаю. Может, он даже как-то за это время-то и видоизменился. Одна из центральных улиц, но выглядит она немного печально. Ну, как-то, знаете, что-то все разбито. Вот этот дом был, наверное, когда-то очень красивый, а сейчас, ну, никакой. Мне кажется, он даже не подлежит ничему, потому что внутренности у него просто проломлены. Только фасад, вот, стена осталась. Но, пока вот мы идем, видим множество здесь каких-то строительных работ, реставрационных, там, отделка фасадов идет. То есть, ну, наверное, все-таки где-то как-то взялись за старые здания и начинают их делать. Потому что город исторический, город, как бы, интересный. Ну, что-то в ФКР у них вообще плохо работает. Надо увольнять директора, и тогда все будет нормально. Может быть, это он делает нежилых домов, может быть, здесь не все дома жилые, мы же не знаем. Ну, может быть, и да. Да, ну, судя по всему, реально очень туристический город, да, Выборг? Прям туристов дофигища даже сейчас. Много, да. Ну, вне сезон, наверное, я бы так сказал. Ну, что, у нас была полная электричка народа. Так что, как бы, людей достаточно. Ну, я говорю, тут как-то надо прям активнее, активнее. Ну, городок интересненький, тут все узенькие улочки, прям мне нравится. Первое впечатление такое, прям хорошее. А еще здесь такая неровная поверхность, да? У меня еще в виду, что горка. Ну, да, горка вверх, вниз. Что-то такое интересное достаточно получается. Еще мы только что встретили таких людей, ну, какого-то такого социального статуса. Ну, такого поняли, да? Даже они культурные, они матом не ругаются, они говорят, Максим говорит, елки-палки. По-моему, восхитительно. Да, елки-палки. Да, блин, что еще все бары закрыты? Елки-палки, что мы так рано вышли? Я что-то нашел. Олд, Олд Таун Бир. Ну, она, по-моему, с 12, я уже на карте смотрел, да. С 12 открывается. Выборгская, да, реально. Надо будет попробовать. А, за литр 230. И тут она такая открывается, прикольно выглядит, я уже на карте посмотрел. С 12. А, через 20 минут открывается. Да мы еще кофе не попили. А, вон таверна крутая. Нам тоже туда говорят, там очень круто. А вон эти. Что-то тоже. В общем, нам куда-то надо, я не знаю куда. Да, лавка, что-то написано, лавка вкусности, часы работали. Там, крендели тоже какие-то, тут повсюду крендели, кстати. Тут, походу, 90% заведений работает с 12 часов, поэтому имейте в виду. Может, не все, ну, сейчас не сезон, и они с 12 работают. Да нет, все в кофейне, в кофейне, в пекарне, это все работает для детей. Пекарня, да. Ну, вот, кофейне, в пекарне. Ну, давай сюда, ладно. Давай сюда. В кофейне, в пекарне, в 9 часов. Ну, пойдемте сюда. Вон еще тоже кофейне. Все говорили, что Выборг крутой город, но он такой полуразбитый. А мы сейчас приехали, и вот они такие, канал интересный путешествия, сказал, приезжает Выборг, ребята, работаем. Ну, кстати, вспомни, как-то даже наши там старые поездки по европейским городкам, когда были, по Европе, да, тоже было часто, там, когда-то приезжаем, стройка, там, где-то что-то там реставрировать. Какого-нибудь от определенного места, а здесь много. А потом, кстати, сюда приезжали, и все было нормально. Ну, так что, я думаю, что через год сделают здесь все. Ну, да, мы сейчас покажем недостатки, они все исправят. Вон, пойдем вот сюда. Мне кажется, если мы сюда не попадем, то мы тогда уже до обеда будем терпеть. Так уже в Саверне наш в 12 открывается. Вообще-то, там в Саверне такой суп я увидела в меню, что я уже хочу туда. Ну, хочешь, давай подождем 15 минут. Я хотела два раза поесть, я хотела позавтракать, типа обедать, а сейчас получается, что мы сразу пойдем в обед. Ну, я бы сразу суп поел просто. Давай подождем. 15 минут, я думаю, реально подождать. Или ты не можешь? Давай, если тебе плохо, я тебя поддержу. Ну, поддержу. Мне хорошо, мне нормально. Кстати, даже, по-моему, не так холодно становится, или это уже я привыкла? Ну, наверное, привыкла. Ты знаешь, в целом, я думаю, за день мы чего-то да найдем здесь. Ну, наверное. Я просто смотрела по карте, город, в принципе, ну, исторический центр, он как бы не особо большой. Поэтому, ну, да, походим по каждой лучке. У нас просто времени еще у нас, ну, 5 часов времени. Ну, из них час на обед, у нас 4 часа остается, когда мы будем изучать. Пивная уже открылась. Old, old пивная. Сначала просто хочется, чтобы так вот горячего супа. Таверна открылась, смотри, все стартуют, стартуют туда. Пойдем в таверну. Пойдем быстрее, а то реально сейчас займутся места. Ну, говорят, что тут крутая таверна какая-то. Кто-то мне вообще даже говорил, что сюда только, типа, за сутки можно только бронировать, по-другому не. А я не знаю, сейчас узнаем. Не знаю. Бронирование, пожалуйста, пожалуйста, карина. Карина, на два человека, да? Да, пожалуйста, слева. Пусть у вас в столе. Здравствуйте, а если не бронировали, есть местечки? Прекрасно. Можно прийти к бочку посерединке или с правого окошка на высоких сторонах. Круто. Что, где будем? Или окошку, либо посерединке. Хлебосольная таверна. Путнику, всем прием. Теплый, в общем, все дела. Бесприветственные. Так. Орешки. Кушанье всякие. Обед. Что-то так. Да, конечно, необычное меню. Назовем его так, сами видите. Надо все изучать, потому что... Потому что все непонятно. Легкая стряпня. Будет готова 10-15 минут. Ну вот, сыпные похлебки. Вот, подается хлебе. Я думаю, вот это. Или пивная похлебка. А, не все подаются. Подаются. А, не все хлеба. Пивная, в длинном горшочке. Остренькое что-то есть. Первая гребная, а вторая весная. Дверь. Цены, в принципе, нормальные. Ну, меню, конечно, интересное. Ладно, настойки есть. Какие-нибудь крендели, смотрю, здесь есть. Соус разный. Сладости. О, Эль есть выборгский. А, вот тут у Эль есть выборгский. Прекрасно. Можно попробовать. Зелья вон всякие есть. Зелья хмельная. Ну, как тебе, наверное? Пока нормально? Декольненько, мне интересно. Мне кажется, тут должно быть вкусно прямо. И хотя, кстати, вот, нас тоже спросили, сто лет бронировали или нет. И здесь половина людей, кто бронировал, половина людей, кто не бронировал. Но пока что всем место находится. Но несмотря на то, что таверна открылась 16 минут назад, практически все столы вот уже заняты. Я еще не пробовал, но заглянули сюда. Сама кружка 0,3. Где она села, там тавел 0,25. Я реально еще не пил, ждал специально. Это пшеничный, медицинный, Эль. Ну, пиво, короче. Сейчас пивные похлебочки. Похлебочки. Спасибо. Да, сейчас пиво. Смотрите, какая красота подъехала. В хлебе, кстати, подаются все похлебки. Ну, давайте сначала начнем насчет пива. Что скажешь? Это Эль, походу. Это не пиво, это Эль. Попробуй. Вкусно? Ну, я попробую. Давайте я сделаю глоточек сейчас. Такое вкусное. Ну, да, это не классическая пшеничка. А я взяла облепиховый звар с корицей. Смотрите, какой пар идет. Я уже глоток сделала. Это просто божественный согревающий напиток. Очень вкусно. Так, а теперь мы будем приступать к самому интересному. Мы еще заказали помимо похлебок. Это пивная похлебка, кстати. Заказали помимо похлебок калитки. Скандинавские пирожки, они с картошечкой, подаются с соленой рыбкой. Но их пока нет. А тут, опа, какая красота. Смотрите, во-первых, это очень красиво выглядит. Эстетика. Ну, и, наверное, хочется уже попробовать. Густая, густая похлебка. Аромат. Очень вкусно. Игорь, ты будешь горячее, но я подую. Держи. Давай я тебе поду. Офигенно. Я люблю такой густой-густой супчик. Вкусненько. Однако, там с добавлением эля, кстати. Он на месте с грудинкой, с морковкой. Тут, ну, прям... Офигенно. Обожаю. А потом самое главное, когда кушаете суп хлеба, по стеночкам, по стеночкам так собирать. Ммм, пожалуйста. Так, ребята, нам принесли уже калитки. Подаются вот так вот с соленой рыбкой. Я понимаю, что это вроде бы как сельдь с маринованным лучком. Калитки с картошечкой. Они очень, правда, горячие, но Игорь сказал то, что ты сейчас попробует. Ну, отрезай кусочек. Нет, это типа пирожки такие скандинавские. Прикол в том, что я не напился 0-3 эля. Не в том, не в другом смысле. Во всех смыслах, которые вы подумали, я взял 0-5. Просто тарел жажду, да? Нет, я не напился. Ну, типа, я бы еще попил. И пришлось мне еще взять. Ладно, мы же никуда не спешим. Я взял 0-5 темного, крепкого. И я вам скажу, ну, 7 грамм с вами. Сейчас Игорь будет гулять, счататься. Как по вкусу? Ну, вкусный. Ну, реально офигенный. И, ну, градусом чего-то. Ну, давай, закуси. Ну, ты отрежь уголок, потому что она прям действительно, конечно, горячая. Только-только как будто из печи. Ну, как тебе неудобно? Ну, вот как-нибудь, давай. Может быть, я даже не знаю, может, их руками надо есть. Но в любом случае. Может, это горячо? Да нет, это пирожок. Какие цепелины? Причем с цепелины? Просто картошка внутри. И к селедку. Грубовато. И селедка. Это же вроде сердца. Что я не там взял? Ну, что могу сказать? Тесто грубоватое. Ты его нажимаешь, начинаешь, оно тебе по рту бьет. Ну, это историческая кухня. Тогда, видимо, не было... А так, в целом, нормально. Ну, как в закусках, это вообще нормально. Подведем итоги по поводу заведения. Место неплохое. Нет, пустить можно. Но... Могу сказать так, что у них холодно, и я замерз там сидеть. То есть там атмосфера вроде такая теплая, но там холодно. И мы вышли опять на холод. Еще холоднее. И стало еще холоднее. То есть это таверна, да? Но место сильно распиаренное. Я бы не сказал, что это супер крутая таверна, в которой там я побывал. Я там в трактирах, тавернах, корчмах всяких бывал. Ну, там, типа, знаете, оно обычное. Ну, наверное, на уровне Выборга оно офигенное. Но в целом оно обычное. Так что там, если вы... Ну, мы сейчас просто в Телеграме писали людям, ребятам. Вот все пишут, блин, так хотел там побывать, и там нет никогда места. Так вот, если вы тут, ну, хотели побывать, но не побывали, вы ничего особого не потеряли. Не переживайте. Вы можете зайти в любом другом городе в таверню, и она будет, как минимум, наверное, такая же, либо лучше. Вот. Но там есть один плюс. У них офигенное пиво. Я не знаю, что они там и как делают, но пиво классное. Я бы пробовал темное и пшеничное. Оба были, ну, прям классные. Поэтому, если вдруг любите пиво, в Выборге оно хорошее. Это вот местное пиво Выборгское. На карте вот этот дом отмечен как ведьмин дом. Почему, я не знаю. Возможно, здесь когда-то жила ведьма какая-нибудь. А может и нет. А вот у нас тоже есть ведьма знакомая. Мы идем и рассуждаем. Ну, она, у нас ведьма просто в нескольких домах жила. И мы думаем, а может каждый дом, в котором она жила, тоже помечать, как ведьмин дом? Ну, не знаю. А так, в целом, ну, вот следующий домик тоже неплохой, да. Поэтому не только лишь ведьмин дом хороший. Так, сейчас погуляем, попетляем. А потом уже пойдем в сторону замка, потому что мы-то здесь не все еще посмотрели. Надо, знаете, так, заблудиться в улицах Выборга. Ну, мы попробуем это сделать. Стоит понимать, что Выборг это не только вот такие домики, но и вот такие домики, конечно же, тоже. И их тут немало. Так что, если будете гулять, вы увидите, как обычно, разнообразный колорит разных эпох. А это вот портовая часть. Там, вон, ты смотрю, что-то разгружают. И пока на солнышке стоишь, даже вроде тепло. Это то, что я вижу крайне редко, хоть я живу в России. Деревянные дома, деревянные избы. Живем мы в Калининграде, у нас такого нет вообще. Поэтому для нас это всегда в новинку, когда мы видим такие вот деревянные дома. Еще одна достопримечательность Выборга – это памятник трамваю. Там вроде как кофейня была. Сейчас как бы нет. Ну, я не вижу. Видишь, да? Да. Но там никто ими не продает почему-то. Не знаю почему. Странно. Ну, неплохо. У нас там советский, например, тоже есть что-то такое. Такой же, кстати, примерно трамвай, только красненький. Да. Есть, да? Помнишь? А вон кафе на крепостной пирожковое депо. Пирожковое депо. Что, не замерзло? Пойдем дальше. Надо. Надо двигаться. Да, надо двигаться, а то это. Блин, вот там кусок, конечно, тоже интересный города, но там какое-то кино снимают, что половину мест не пускают. Я просто не совсем понимаю, там это декорации к фильму, там выставили вот эту всю торговую там какую-то зону? Или это действительно такая площадочка здесь в городе? Ну, на карте напишут, там какой-то типа фермерский рынок или там какой-то такой. А, но сегодня его оккупировали, да, съемки? Да. Вообще, Выборг-то в принципе интересный исторический город, но я его немножко, если позволить, сравню с нашим Черняховском, Калининградской области. Так вот, все вот говорят, приезжай, приезжай, Выборг. Бывают, знаете, города такие, маленькие исторические города, которые вот доведены там до идеала или примерно, и туда приезжаешь, а прям действительно погружаешься в какую-то атмосферу. Так вот, Выборг не из этих городов. Вот тот же наш Черняховск. Его начали развивать, развивать, реставрировать. Его довели не до идеала, но хотя бы до какой-то туристического, логического конца, где турист приедет и насладится архитектурой. Так вот, здесь только, только начинают это делать, а Выборг уже популярен не первый год, если я не ошибаюсь. Ну, конечно. Это же исторический город старинный, блин. Ну, так у меня вопрос, а что до этого-то, почему ничего не делали здесь? Почему он был таким? Ну, как, я даже не знаю, как туда брать слово, чтобы никого не обидеть. Ну, назовем это чумазом. Из-за съемок фильма непонятно, где тут декорация, а где тут что-то действительно. И сначала здесь, когда проходили, я где-то увидела тоже что-то, какое-то заведение или что-то, все в иностранном, все на иностранном. Ну, вот, сзади там все немецкое. Оно реально немецкое? Да, это немецкое. Берлинер карамель написано. Ну, это нереально немецкое, я говорю, это для кино. А, то есть сейчас... Это все сделали для кино, то есть вот эта вот сезон, это все для кино. Да, но тем не менее, там реально какая-то кафешка есть, но название ее сейчас не видно, потому что... Сидит эта кафешка сейчас, типа, да, ее используют. А если кафешку используют? Ну, да, но зато в кино засветится. Вот, и тут прямо вот получается вот эта вся площадь и часть улочки. Снимают, значит, какой-то фильм, где будет что-то в Германии немецкое. Почему они наш Черняхов с ним взяли? Что-то они это немножко... Может быть, они из Питера, может, какая-то питерская кинокомпания, им проще сделать так. Ну, да. И все. Хотя, кстати, те, кто снимают в Калининградской области фильмы, там им какие-то кэшбэки потом взоржат. Ренды платят. 20% что ли от бюджета фильма так же. Но есть и небольшие плюсы этих съемок. Оставляют реквизиты в виде банановых тачек. И мы... А, я не могу сказать, куда мы. Ну, вы знаете, запрет грамм Мистер Жевичкин и Снега Стар 13. Снега Стар 13, да. И именно там вот все фоточки. Ну, вот здесь тоже какие-то виды открываются. Там бургерная. Кстати, по поводу еды. Здесь, в принципе, заведений достаточно. Но, видите, опять же, самое популярное заведение всегда занято. Надо либо заранее бронировать, либо, как мы, ну, на удачу. Мы вот пришли ровно к открытию. И все нормально. А вот люди, которые через 15-20 максимум минут пришли после нас, все им сказали, ждите. Причем там живая очередь. На улице ждешь. Не очень-то и удобно. Притом, потому что сейчас около 2 градусов. Ну, я говорю. Ну, может, 3 с половиной, да, уже 3 с половиной. Но я говорю, то есть, если вы не попадете сюда, ничего страшного, найдите что-то другое. Я думаю, здесь чего-то еще можно будет найти. Вот иду, смотрю на такие домики, и сердце у меня обливается кровью. И знаешь, хочется, знаешь, что сделать? Что? А нашему директору ПКР позвонить, написать и сказать, слушай, вот как с Калининградской областью с нашей закончишь, приезжай-ка в Выборг, да, давай в Выборг приезжай, тут работы много. Просто я не уверена, что это именно жилые здания, которые требуют реставрации. Но с другой стороны, да нет, но все равно, как бы, если вы видите туристический потенциал в городе, то, конечно, его надо делать, его надо просто вылезать, чтобы он был конфеткой. Тогда тут будет еще больше и туристов, и город будет развиваться. Местами Германия напоминает, почему-то мне, тусадьба бюргера. Прикольно, да. Вот тут прям вообще такое вот классное место, вот так стоишь, вообще здорово, картинка классная получается. Тусадьба, там вот Black Bull Bar. Так, ну вот бар я пока что еще не хочу, и пиво у меня уже все вытрилось за 15 минут. Я требую добавки. Ну, как бы, я говорю, погулять тут, конечно, безусловно, можно и стоит, и из Питера приехать тоже сюда нужно. Потому что, ну, я люблю такие небольшие городочки, колоритные. И все-таки выбор, это один из таких городков, которые следуют и стоит посетить. Вот, кстати, мы видели сегодня самый старый русский дом, ну, самый старый жилой дом в России. А мне кажется, вот этот вот как будто бы еще старее. Ну, он говорит мне, у него форма, форма причудливая, она сразу цепляет. Мы зашли внутрь этого здания, а здесь сувенирная лавочка. Медовуху продают. А, вот и пиво это. И поесть сидор разный. Джинджер. Кружечки. Крик. Есть сидор. Повем, что там. Дальше посмотрим. В этом здании тут можно погулять немножечко. Котик. Котик, привет. Кс-кс-кс. Кот. У-у-у. У-у-у. Это кот. Пока что все, что я понял, то, что по Выборгу нужно гулять очень внимательно. Городочек небольшой, но вот прям по каждой улочке надо ходить. Улочки извилистые. Каждую ходить. Что-нибудь каждый из себя найдет. Настало время прогуляться в сторону замка. Город мы вроде как освоили, да? Да. Ты освоила город или не совсем? Совсем. Я думаю, что совсем. Сегодня понедельник и сегодня выходной. Ну, в каких-то там залах. Ну, выставочные залы. Выставочные залы, в общем, закрыты. Внутри, получается, я разбиваю, нам не поклать. Пойдемте просто погуляем, посмотрим, что тут за территория какая. Вот. Ну вот, да, закрыты. Видите, написано. Ну, тут, в общем, все, что работает, все закрыто. Ну, нам по территории достаточно, я думаю, будут погулять. Зато теперь вы будете знать, что по понедельникам в Выборг приезжать, мне кажется, не самый лучший вариант. Вообще, по-моему, вот не знаю, во всем мире или не во всем, но очень много где по понедельникам музея не работает. Знаешь, что я вот смотрю на это, на замок. Здесь хотя бы реально полноценный замок, а у нас нет замков. И здесь хоть музей закрыт, кофейня здесь открыта, мы сейчас зашли, посмотрели, там действительно вот эти вот стены там двухметровые, такие кирпичные. Классно, да, то, что замок, конечно, здесь сохранился. Ну и в целом интересное место, он находится как бы на острове, получается. Тут вот все соедено только мостиками, а замок прям такой самодельный. Неприступный, да? Ну да, но местечко интересное. Ну, в общем-то, замок-то интересный, да, но вот что-то тут заборов много лишних. Ну да, что-то тут делают, строят, ремонтируют. Ну, конечно, жалко, что мы не попали внутрь на выставочные залы, но ладно. Дальше нам в парк Мон-Репо нам посоветовали подписчики в Телеграме, подписывайтесь на наш Телеграм, интересные путешествия. И если вдруг в этом парке будет неинтересно, я расскажу всю правду. О чем? Ну, а в этом парке... Только мы выходим из старого города, и все, все разбито. Почему так? Очень странный город, он вроде, ну, такой супер потенциальный, но супер не нужен властям, как будто. Как будто они не принимают этот город, отторгают его, я не знаю, как еще назвать, очень странно. Его ж, ну, наоборот, это должна быть визитная карточка севера Питера, например, я не знаю, как еще по-другому назвать. В Ленинградской области. В Ленинградской области, да. А получается, что она вроде как визитная карточка, но такая помятая сильно. Мы идем в парк, и нас окружают вот такие здания. Ну, это, видишь, фиксификационные сооружения, ну, укрепления. А, тогда это все объясняет, почему они в таком состоянии. Ну, мне тут страшновато находиться, хотя, вон, вижу, люди тоже идут. Ну, ладно, давайте проверим. Ну, это как бы вход в парк. Ну, да, даже у нас стоит. То есть я по карте смотрю, вот именно в парк нам туда нужно идти. Это тоже. Ну, там заброшенные холодильники какие-то лежат. Вот. Ты видишь, это музей заброшенных холодильников. Это декорация. Это декорация. Сейчас еще этот взынг с бензопилой выбежат, и нам надо будет убегать резко. Мы вышли вон оттуда, увидели вон ту надпись, там вывеска «Парк Монрепо». Идём вон туда, вон в тот парк Монрепо. Мы пришли в парк, и, как я понимаю, ещё и вход платный. Вход платный... Да, по карте. 200 рублей. 200 рублей с человеку стоит. Вот здесь вот прайс есть, можете посмотреть. По возрастам, по группам, дети до 16 лет, и льготные категории граждан бесплатные. Купил два билетика, и я надеюсь, что мне понравится здесь, и я не пожалею о том, что я купил не две бутылки пива, а два билетика сюда. Пойдёмте. Здесь также на входе написано, что парк находится в процессе реставрации, и некоторые зоны закрыты для посещения, так что, ну, что увидим, то увидим. Входим в парк. Нам очень многие рекомендовали сюда зайти, прийти. Про этот парк я знаю, что это музей-заповедник с историческими зданиями, и знаю то, что сейчас здесь происходит реконструкция. Мы слышим прямо сейчас, ремонтные работы ведутся. Это парк 18-19 веков, и он расположился на землях бывшего частного поместья владельцами, которого на протяжении 150 лет были бароны фон Николая, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Ну, пойдёмте разведывать, что здесь есть. Пока вот вижу беседочку, кофейню, ну, люди прогуливаются. Достаточно, кстати, тут народу, хоть и не сезон. А насчёт стройки, вот, например, да, экспозиция. Туда никак не попасть. Туда закрыто. Так, что мы наблюдаем? Лес. Ну, лес-то хорошо. И снова какие-то ремонтные работы. Пилят дрова здесь. Собственно, вот так вот всё огорожено. Там было написано «служебный вход, посторонним не входить». Гуляем мы по парку минут 15. И что вы думаете? Я пока что жалею, что сюда пришёл. Лучше бы я пивка всё-таки выпил в городе. Потому что пиво у них реально классное. А парк этот, ну, по сути, это просто лес с дорожками. Ну, всё, что мы пока что видим. Я вот просто туда, там, налево-направо смотрю. Лес с дорожками и с мостиками. Ну, это типа просто прогулочное место. Я не думаю, что вот когда вы приезжаете в Выборг, надо гулять здесь по лесу. То есть вы же приезжаете в город смотреть, а по лесу-то, мне кажется, везде можно погулять. Хотя некоторые в мегаполисах живут. Наверное, для них прогулка по лесу произведёт какое-то впечатление. Но для меня, как для человека, который гуляет по лесу, там, раз в неделю, ничего особо. Если смотреть объективно, самый обычный какой-то лесопарк, я бы так его назвал. Зачем? Почему тут платный вход, я вообще не понял. По сути, просто гуляешь по лесу, ну, тропинки есть и всё. Но я объективно всегда смотрю. То есть я же бывал во многих других парках. Я всегда, ну, сравнение беру. Ну, там, не знаю, ну, нашу Куршскую косу, конечно, глупо будет сравнивать. Ну, я там, например, сравниваю с парком Кисловодский. Ну, там, конечно, совсем другие масштабы. Ну, или берём какие-нибудь европейские парки. Типа Литву можно взять, например, парк Паланга. Ну, там посерьёзнее всё. Либо в Варшаве парк Лозенке. Там тоже посерьёзнее и поинтереснее. А здесь просто в лесу сделали тропинки и распиарили это место. Это мне так кажется. Ну, я не хейтер, я просто, как обычно, высказываю своё мнение. Я же блогер и должен высказывать своё мнение. Я же не должен говорить, если мне не нравится, говорит, ребята, классно, приезжайте. Я говорю, вот я вот своё мнение считаю так, что вот на это место, мне кажется, не стоит тратить время. Ну, а если вы живёте в мегаполисе и в лесу бываете крайне редко, тогда добро пожаловать часик-два погулять здесь и подышать свежим воздухом. Особенно, если вы живёте в центре Питера, а там вообще дышать нечем. Вот здесь будет здорово. Опять же, если вам повезёт с погодой, вы сами знаете, что зачастую, скорее всего, здесь ветра. И будет крайне комфортно. Нам просто сегодня повезло. Солнышка и ветра нет. Так что решайте сами. Ну и под конец в этом платном парке из удобств туалеты, биотуалеты и кофейня единственная. И столики два единственных. И Юля тоже в одном экземпляре. Возвращаемся обратно в Выборг. У нас ещё остаётся чуть больше часа до... До поезда. Да, до поезда. Нам надо заранее прийти. Заранее? Ну, хотя бы быть 15. Я слышал, что у нас и за две получается. Сегодня практика показала. Кстати, вот так красиво, когда солнышко подсвечивает, замок, да, прямо у него красиво палец. Ну, с этой стороны круче, да, когда прям заходишь или заезжаешь. Прям, да, у тебя слева замок, прямо там старый город, все дела. Так, конечно, прям здорово выглядит справа. Портовая часть. Чем же нам ещё заняться этот час? Эль выпить весь Выборгский. Нам через час надо просто быть уже на вокзале. А, уже на вокзале. А нам до него идти полчаса. Вот в чём дело. А, так у нас вообще так мало времени остаётся. Блин. А вот мы сначала приехали, думали, так много времени, чем тут заняться. Мы всё посмотрели. Оказалось, что и не так много, видите. Так что, ну, не знаю, вот пять часов вполне достаточно, чтобы прогуляться. Ну, вот прям как бы если ещё час, то, в принципе-то, ещё можно гулять. Погода распогодилась просто. Потому что, когда мы приезжали, было два часа, наверное, около шести градусов. А вот этот дом, который реставрируется, его как раз-таки ФКР Ленинградской области реставрирует. Это фонд капитального ремонта. И будет он готов через год только. Так что тут работы полно у них. Здесь, кстати, была интересная идея, то, что весь старый город был нарисован. Но эта идея исчезла постепенно. И всё, пока что заборы, я вижу, даже каких-то работ не проводятся. Но если вот этот дом сделают и нарисуют здесь всё заново, я считаю, была бы, ну, неплохая, может, ну, фотозона хотя бы. Какой можно вывод сделать по этому городу? Он может быть супер туристическим, если его хорошенечко восстановят. Либо когда его хорошенечко восстановят. Тогда это, конечно, будет реально уникальный город. А пока что, ну, как бы, ходишь интересно, но слезинка наворачивается. А на этом на сегодня всё. Всем пока. Пока.